В эфире информационная программа «Северный город». С вами вновь Анастасия Матвеева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Приезд губернатора, ремонт нового, но уже сломанного фонтана, установку валидатора в общественном и транспорт и многое другое обсуждали городские чиновники. В городе прошло первое заседание Координационного совета по развитию туризма. Мустилимские альпинисты вернулись с победой со старейших соревнований Сибири. Реализовать свои мечты поможет Банк Восточный. Визит губернатора региона, пожары, изменения законов по обращению с твердыми коммунальными отходами, несанкционированные свалки и многое другое обсудили в кабинете мэра городские чиновники. Подробности расскажет Алена Феоктистова. Начали планерное совещание с обсуждения обстановки в городе. Александр Кузнецов, директор ЕДДС, рассказал, что на территории Устилимска на минувшей неделе произошло два пожара. Оба на промплощадке ЛПК. Пришлось поднимать и привлекать для опашки пожара в тяжелую технику. По мазерным группой ЛИМ выделены были бульдозера, трал для доставки. В течение часа-двух губерцы справлялись с поставленными задачами. Переходы на зеленое насаждение и на городские леса, а также была угроза по одному из предприятий на территории, в общем, не допущены. Мэр Вакиль Тулубаев сообщил об открытии группы ЕЛИМ целого ряда новых городских объектов. Два миллиарда американских долларов вложат в развитие лесопромышленного комплекса. Еще сто миллионов на реконструкцию аэропорта. В связи с этими событиями губернатор при Ангаре Сергей Левченко планирует посетить наш город 21 июня. Такое оно будет масштабное мероприятие. И поэтому совету директоров приурочены открытие ряда объектов на промплощадке. Это и учебный центр, и кислородно-промывочная станция, и ДПЦ, и спортивное сооружение в единственном микрорайоне. Ожидается приезд губернатора с членами правительства, и, как я сказал, учредители, и директора группы ЕЛИМ. Эти мероприятия пройдут завтра, послезавтра. Глава Устилимска побывал на прошлой неделе в командировке в Нижнеудинске вместе с Оксаной Янковской, начальником департамента жилищной политики. Там проходило совещание по нескольким вопросам. Первым обсудили изменения в законодательстве по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые вступают в силу с 1 января 2019 года. С 1 января 2018 года МинЖКХ своим распоряжением были утверждены нормативы исключительно для города Устилимска, исключительно для города Иркутска и для всех остальных населенных пунктов. Вот такой был норматив. Соответственно, и тариф, исходя из одного человека. То есть то, что поменяется для населения, чтобы было понятно. Сегодня жители многоквартирных домов платят с квадратного метра за мусор. С квадратного метра. С 1 января 2019 года плата будет происходить исключительно с человека, прописанного в указанном жилом помещении. Значит, для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, государственных учреждений и учреждений различного уровня будет также утвержден норматив, либо предложено заключить договор по фактическому оплату, по которому будет происходить по фактическим отходам, накупленным отходам и вывезенным. Вторым вопросом стали несанкционированные свалки. Всего их в регионе насчитывается 332. В Устилимске – 12. На программу по их ликвидации до 2024 года выделено 760 миллионов рублей. За 2016-2017 год по ликвидации свалок освоено 70 миллионов рублей муниципальными образованиями. 70 миллионов рублей потрачено на ликвидацию 23 свалок. Однако тут же было отмечено, что ликвидированные свалки при истечении короткого времени опять начинают заполняться несанкционированным мусором. Из этих 332 свалок, 12 свалок нашего города, сегодня мы готовим документы для подачи и вступления в программу. Много внимания уделили программе формирования комфортной городской среды. Заявки на участие в 2019 году уже принимаются. На сайте МинЖКХ можно узнать порядок их подачи. От Оксаны Игоревны также стало известно о идущем облагораживании площади перед ДК имени Наймушина. Там уже положен асфальт вокруг фонтана, который, к сожалению, успели сломать. Но надо сказать, что само сооружение на сегодняшний день не работает. А не работает оно по простой причине, что 11 июня сгорел двигатель насоса и разрушено одно из сопел, откуда подается вода. Ну, это, естественно, вандальным способом. Оборудование «Иркутск Энерго» сняли. В рамках гарантийных своих обязательств подрядчик принял на себя обязательство ремонтировать его. Сейчас это оборудование находится в Санкт-Петербурге. Планируют, что на следующей неделе, в течение 10 дней, вчера было объявлено, но это значит, что на следующей неделе будет сюда поставлено оно хорошо, что оно еще подлежит ремонту. Мы уже и в социальных сетях, Елена Сергеевна, и на сайте, и в СМИ мы обращались, обращаемся все равно к горожанам о том, что надо бережно относиться к тому, чего создано для, скажем, красоты, развлечений и удовольствия горожан. О внедрении системы электронных проездных билетов на муниципальном и коммерческом общественном транспорте речь идет уже давно. Положительной новостью стало долгожданное приобретение валидаторов компании «Попутчик». Они приобрели валидаторы и готовы переходить на электронный проездной билет. То есть сейчас все будет зависеть от оперативности наших льготников, которые должны будут в МФЦ подойти, те, где написать заявление и сфотографироваться для того, чтобы им оформили электронный билет. Даты более точные мы определим переходом. Мне кажется, реально 1 сентября. Поэтому это очень хорошее событие. Исбавит, конечно, от этих долгожденных. Цель любого муниципального органа – создать комфортные условия для населения, в том числе пассажирские перевозки для льготной категории граждан. Алена Фектистова, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Парламентарии Иркутской области, как и большинство жителей страны, недовольны работой Почты России, однако воздержались от голой критики и вышли с оригинальным предложением привлечь волонтеров к посильной работе в отделениях связи. При этом законодатели поинтересовались у главного почтальона области Юрия Бойко, сколько у него сотрудников и каковы их доходы. Выяснилось, что в Приангаре около 5,5 тысяч почтальонов, которые непосредственно разносят корреспонденцию по домам. Те, кто непрестанно сидит в почтовых отделениях, плюс чиновники. Об их соотношении Юрий Бойко уточнять не стал. При этом средняя заработная плата составляет 22 тысячи рублей. К туризму в Усть-Илимске стали относиться настолько серьезно, что недавно при мэрии даже был создан координационный совет по его развитию. На днях состоялось первое заседание. Кому, где и как отдыхать, а что еще важнее, как завлечь туристов, решали представители местной туриндустрии, учреждений города и общественных объединений. Состоялось заседание Координационного совета по развитию туризма в Усть-Илимске. На нем рассмотрели проект положения в Координационном совете и его состав. Сегодня в этот орган входят представители от управления культурой, муниципальных учреждений, общественной палаты города, туриндустрии, общественных объединений и активные жители Усть-Илимска. В процессе работы состав, конечно, будет корректироваться. И так на совещании поступило предложение пригласить в совет представителей бизнеса. Местные туроператоры уже много лет успешно работают, что называется, для внутреннего пользователя. У жителей и особенно детей популярны путешествия на трамвае, экскурсии в локомотивное депо, агрофирму «Ангара», на ТЭЦ, в конный клуб «Мустанг». Но гостей из других городов такими диковинами, понятно, не заманишь. Им скорее были бы интересны путешествия по экзотическим местам. На гору Селяхта, Бодарминский разлом, на скалы пять братьев, три сестры, Симахинские столбы. Но и этого мало. Путешественников нужно где-то разместить на ночлег, вкусные и необычные накормить, сувениры предложить. Так что при серьезном подходе, туризм – это сложная инфраструктура. Без своего Наполеона, образно выражаясь в этой отрасли, никак. С февраля этого года развитием туризма занимается управление культурой. Потому на заседании поговорили о том, какая работа была проведена управлением, какие вопросы еще предстоит решать. Устеримск имеет большой туристический потенциал. В нем есть, у нас есть практически все виды туризма – спортивный, познавательный, оздоровительный, промышленный, событийный. Однако сегодня важно определиться именно с приоритетами и с той идеей, которая объединит все туристические возможности города в одно целое. Также необходимо разрабатывать стратегию развития внутреннего и въездного туризма на ближайшие годы. Главная наша задача, чтобы Координационный совет по развитию туризма стал действующим органом, работа которого приведет к притоку туристов в Устеримск. Максим Тизых, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Нашей землячке-чемпионке мира по боксу Инни Сагайдаковской пришел новый вызов. 21 июля в Москве ей предстоит сразиться с норвежкой Сесилией Брекхус. Дамы с железными кулаками выступают в полусреднем весе. На профессиональном ринге иностранка провела 32 боя и во всех одержала победы, что весьма серьезно против 7 победы у Инны. Напомню, в декабре ей удалось завоевать титул чемпионки мира версии всемирной боксерской организации в первом среднем весе. Она победила опытную немку Дженнифер Рецкий нокаутом во втором раунде. Сейчас Инне предстоит принять, пожалуй, главный вызов своей карьере и попытаться оспорить звание абсолютной чемпионки мира в полусреднем весе, которым владеет уже легендарная Сесилия Брекхус. В этом месяце в спортивную копилку из Тримска можно положить золото за такую сложную и опасную дисциплину, как альпинизм. Наши ребята, которые еще 8 лет назад приезжали на соревнования в Братск как зрители, уверенно обходят своих старших товарищей и учителей. Сложность скал очень хорошая, то есть очень интересный рельеф. Высота скал 50 метров, то есть это очень такой уникальный участок скал, в принципе, то есть вообще в России. И поэтому очень хорошие спортсмены отъезжают, то есть сильные соревнования, но мы держим марку в Тримске. Соревнования, названные «Приз памяти друзей», проводятся в Братске с начала 70-х и являются одними из старейших и уважаемых в Сибири. В этом году на них приехало несколько сотен человек. Помимо братчан были спортсмены из Иркутска, Ангарска, Красноярска и других городов. Покорить предстояло 50-метровую скалу возле плотины Братской ГЭС. Когда-то энтузиасты-новички из нашего города, увидев ее здраво, решили, нерисковательно легли на тренировки. Соревнования мы начали ездить в 2010 году. Тогда у нас было человек 20, в Сустилимске, большой командой. Приехали и попробовали участвовать в соревнованиях, в свои силы. Но мы ничто не могли выиграть, потому что у нас уровень лазания был очень слабый. То есть посмотрели на братчан. Ну и решили попробовать свои силы в следующем году. То есть и начали осваивать новые участки скал у нас на скалах. Устилимских энтузиастов 8-летней давности иначе как отчаянными не назовешь. Они было попытались покорять местные вершины, не имея ни практических, ни теоретических навыков. Многие даже узлы вязать не умели правильно. Однако, посещая подобные соревнования, набрались у опытных альпинистов знаний. Усердие и желание покорять горы было столько, что уже спустя 3 года появились видимые результаты. А в последние 5 лет наши земляки ни разу не уезжали из Братска без первых мест в разных дисциплинах. Соревнования проходили в трех дисциплинах. Это скорость, это индивидуальное первенство. Спортсмен забегает, залазит на скалу протяженностью 50 метров, разные сложности участки. Секается личное время каждого участника. Вторая дисциплина – это жумаринг, подъем по веревке и спуск с помощью специальных зажимов альпинистских. Тоже личное первенство по времени отсекается. И командное соревнование – это связки, два человека, попеременная страховка, организация станции, дюльфера. Время тоже отсекается, полностью связки. Из четверых услимских спортсменов две девушки были новички и больше зрители. А вот старожил Александр Глушев взял в двух дисциплинах бронзу. Андрей Шиловский – два золота и бронзу за парный подъем. Следующее соревнование будет у нас в Усть-Илимске. Это где-то в середине августа. Это будет на трех сестрах, на скалах. Соревнования пройдут в двух дисциплинах – это скорость и сложность. Скорость – тоже подъем с верхней страховкой по скале на время. И сложность с нижней страховкой. Это уже более технически сложные такие соревнования будут интересные, зрелищные. Реализовать свои планы и мечты сегодня просто. Банк Восточный поможет вам в этом. О выгодных предложениях кредитования в следующем материале. Сегодня кредитование стало неотъемлемой частью нашей жизни. Редкий россиянин не обращался в банк, чтобы оформить заем на 50, 100 или даже 200 тысяч рублей. Но что делать, если понадобилась более крупная сумма? В этом случае может помочь Банк Восточный. Для клиентов, которые обращаются за такими суммами, как миллион, два и даже больше, стандартные банковские продукты чаще всего не подходят. В таком случае Банк Восточный готов предложить кредит под залог недвижимости. Продукт с очень большим финансовым потенциалом. Именно поэтому квартира или загородный дом – это не просто стены и крыша над головой. Это возможность сменить автомобиль, съездить в путешествие или даже все сразу. Максимальная сумма, которую можно оформить под залог – 30 миллионов рублей. Ставка по кредиту от 9,9% годовых. Снятие наличных бесплатно. Крупная сумма и доступная ставка позволят вам решить все ваши финансовые вопросы. Реализовать все задуманное просто. Для этого достаточно всего лишь обратиться в Банк Восточный за кредитом под залог недвижимости. Евгений Шоев, новости по будням. На этом наш выпуск завершен. Если вы стали участником интересных событий или хотите поделиться актуальной темой, звоните нам в редакцию. А на сегодня мы прощаемся и до встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин